Ну, в общем, вышел я в город, да, на Сейшелы. Не знаю, где тут сейчас нахожусь. У меня есть навигатор, да, у меня есть карта. Я похож на типичного лоха-туриста, да, у меня даже есть вот такие вот темные очки, да, чтобы уже почетче выглядеть, да. Мне сказали, что ко мне будут приставать всевозможные мои френды, мои френды, а идут, посмотри, мол, на наш товар. И у меня даже есть вот такая вот шляпа. То есть типичный, типичный, типичный лох-турист. Давайте посмотрим, даже в белый шоу. Ну, я сейчас хочу пойти в центр города, посмотреть, тут, где Биг Бен находится. Говорят, здесь какой-то индуистский храм. Ну, и буду такой небольшой репортаж вести. Потом сошью какой-нибудь ролик. Ну, вот мы сейчас с вами подходим, как говорят путеводители, да, такой достопримечательности местные. Это миниатюра... Так, вот он, вот он. Миниатюра английского Биг Бена. То есть Сейшелы сами по себе, они являются как бы бывшей британской колонии, да. Ну, и вот один из представителей построили здесь вот такой вот, чтобы немножко напоминало родину. Независимость Сейшел. Я вообще сейчас, честно говоря, не в свою нишу лезу, да. То есть у меня канал как бы о собаках, да, а я тут вам какие-то географические точки, рассказы делаю. Ну, попросили, я вам буду рассказывать. То есть когда они приобретали независимость, они получали подарки от всевозможных стран. Даже вот эти вот урны, которые здесь представлены, это тоже подарок определенных стран. Вот. А в результате не выбрали они никакую страну, а стали такими вот независимыми Сейшелами. То есть вот, один из представителей, да, вот видите вы, это Биг Бен. Вот. Причем здесь приходит какой-то один определенный дядька, который ремонтирует их, который выставляет правильное время. То есть он на протяжении уже многих-многих-многих лет это все делал. Ну, вот как я и говорил, да, то, что это Сейшел, это бывшая британская колония. Вот здесь вот стоит памятник королеве Елизавете, да. Рядом, помните Биг Бен. Ну, а сейчас я с вами нахожусь, вот видите, это представитель местной, так сказать, фауны. Это типичный представитель Сейшельская черепаха. Она занесена как бы в местную красную книгу. Если их раньше ели, то сейчас они защищены законом, на уровне закона. Ну, это, естественно, это у нас не живая черепаха, это всего лишь памятник. Такой вот возле почты, который находится. Живых черепах, я думаю, мы с вами еще увидим, будет возможность. Еще один из символов Сейшел, да? Это мы возле почты сейчас находимся. Это вот такой вот сейшельский кокос. Вы не подумайте, это совершенно не то, о чем вы подумали, в лишний вид, да? Это кокос, он изображен на гербе. На гербе, да, на той печати, когда вы въезжаете в Сейшелы, вам ставят вот такую вот жопу такую клевую. Причем к вывозу сейшел эти кокосы разрешены, но только со специальным разрешением, которое нужно приобретать где-то дополнительные айдии. Просто так, если вы купите его где-то без разрешения, у вас его заберут. На таможне просто тизыну. То есть к вывозу он запрещен. Ну, городишко сам по себе небольшой. Правила здесь никто не соблюдает, по тротуарам ездят. Еще ругается между собой. Почти как в России. Обойти этот город можно минут за 40 месяцев. Сейчас я пойду, мы пойдем сейчас с вами, знаете куда, в порт. Я хочу посмотреть на паром. Может быть мы совершим путешествие с одного Сейшелского острова Мая, допустим, на Ладик или еще на какой-нибудь. Поездка займет где-то около часа. Ну, зато это будет интересное морское путешествие. Как вы считаете, пойдет? Я думаю, что надо. Это в той стороне. Специально одел фитнес-браслет для того, чтобы посчитать сколько шагов. Давайте, я уже весь город прошел. С учетом того, что я сегодня уже по морю гулял. 2823 шага. Два километра я прошел. Ну, вот мы с вами уже прошли буквально несколько сот метров. Ну, там 500-600, наверное. И находимся уже рядышком с паромом. Тут все находится рядом. Столица Виктория недаром получила запись в рекордах книги Гиннесов. О том, как самая маленькая столица в мире. Вот на заднем плане сейчас у меня... Вот эти вот тут везде, вот эти черные какие-то камни, черные горы. Как мне сказали, что остров практически весь состоит из мрамора. Ну, насколько это достоверно, я не могу утверждать. Вот, но факт остается фактом. Визитная карточка Сейшел, это вот эти вот черные скалы, черные камни, которые вы видели везде. Еще что я заметил, хожу по городу, вот ехали пока сюда, везде машины вот с такими, вот не с такими флагами, а флагов очень много. Сейчас в России проходит чемпионат мира по футболу, да, и болельщики вывешивают эти флаги на свои машины. То есть сразу видно, человек за... Я не знаю, вот это что за страна за такая, вот этот флаг я не знаю. Вот, но тут и бразильский, и французский, и немецкий флаги видел, даже один русский видел флаг. Ну, в общем, видите, какой винт прикольный. Я сейчас нахожусь на посадочной площадке парома, но я думаю, что не получится у меня сегодня совершить путешествие на соседние острова, вот, Праслин, Ладик, то есть не получится. Все-таки паромы придерживаются определенного расписания, да, я не располагаю достаточным временем для того, чтобы совершить эту поездку. Поэтому отложим ее как-нибудь чуть-чуть, на попозже. А пока я пошел в город, пошарюсь тут по местным, так сказать, сувенирным лавкам. Здесь она типична в таком сейшельском рынке. Тут есть все. Начиная от... Плоскогубцев, пассатижи, тут же мячи, вот, футбольные, волейбольные мячи, скотчи. Здесь же бананы, специи, то есть продается все. Тут же рядышком идет шампанского, консервы. То есть соседство товаров такое, без границ, товары без границ. Прямо здесь же, да, вот, видно какие-то конфеты продаются. Здесь тут же прям часы. То есть на этом рынке можно взять все, что угодно. Ну, вот еще одна из местных достопримечательностей, это индуистский храм. Вот он такой, и снаружи. Я не знаю, получится у нас... Давайте попробуем зайти внутрь. Я не знаю, разрешат там или нет. Я сейчас в магазинчике в одном начал снимать. Тут надо спрашивать разрешение вообще на съемку. Вот такие вот правила. Ну, снаружи снимать можно. Их уж не так уж много здесь, этих достопримечательностей. Ну, вот это вот одно из них. Побывал я сейчас внутри этого храма. Естественно, мне там съемку запретили. Заходишь туда, разуваешься. То есть при входе тапочки оставляешь. Даже сланцы, ничего нельзя. И заходишь такой. Ну, вот этими вот палочками ароматическими сразу же пронизан вот весь храм. Фигурки всякие разные такие. Ну, в общем, экзотически, конечно. Дядьки такие ходят по пояс голые. В карри, хари. Я не знаю, как это одежда их называется. Ну, интересно. Ну, и так, друзья мои, экскурсия по Виктории, я думаю, что подошла к концу. Я бы обошел ее вдоль и поперек, где только можно пройти. Прошло у меня, знаете, вот давайте сейчас посмотрим по... 7,1 километр я сделал. При этом 9914 шагов. Ну, я просто уже даже не знаю, куда идти. Есть тут одно место, которое называется типа ботанического сада. Да, там ходят черепахи, такие живые черепахи. Но мне сказали, Олег, хочешь деньги отдать? Отдай. Вот. Ты увидишь все то же самое, что ты видишь в городе, только возле этих деревьев будет подписано, как бы, название этого дерева. Ну, там, финик канарский, там, банан японский, да. Ну, большинство растений этих, ну, как бы, я биолог по образованию, поэтому большинство из них я знаю. Поэтому надобности в изучении табличек нет. В принципе, ощущения у меня положительные. То есть, видите, я вот приобрел такую шапочку, да, зашел в магазин такой, как там Боб Марли такой на входе, прям, свобода регги, там, заходишь, там, музон такой играет, растаманские флажки всякие, шапочки, там, напульсники, там, и так далее. Ну, вот, я вот приобрел такую вот шапочку. Вот. Буду в Кемерово ходить зажигать. Пис! В общем, все классно. Что там говорить? И закончил я возле Big Ben. Вот он. И тут же недалеко королева Виктория. Заслужите доверие, заслужите уважение. У вас все получится. С вами был канал Я и мой хвост. Я его автор и ведущий Олег. С острова Маэ, Сейшелы. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok